Продолжаем наш эфир. Тарас Загородний, политтехнолог, присоединяется к нему. Здравствуйте, Тарас. Рады вас приветствовать. Тарас, события в Шебеке нам попросим вас прокомментировать. Вы смотрели вместе с нами сюжет. Интересует вот что. Почему молчит Путин? Почему молчит военное руководство Российской Федерации? Неужели это еще не тот оттенок красной линии, которые были переедены? Ну, смотрите. Произошло в действительности эпохальное событие, значение которого еще не все понимают. Произошло, что против России развернули ихнюю любимую гибридную стратегию, которую они активно использовали даже не последние 20 лет, а последние, я бы сказал, 500-600 лет, когда они вот так вот захватывали территорию. Теперь против них, я уверен, что не без «Ашки Запада» эту же стратегию развернули. Трактористы-шахтеры, которые купили оружие в «Эйнторге», пришли в Россию. Русские граждане, реальные русские граждане. И это вызвало шок. Вызвало шок в действительности властной вертикали, потому что они не знают, что делать. Они, вот помните, там было как-то Скобеева комментировала, когда Украина начала издеваться, что это же «Вэйнторге» все купила, купили эти повстанцы. Она сказала, вы что, издеваетесь над нами? То есть дальше по Москве ударили. Это шок по элитам. Смотрите, как отреагировали многие. Они обрадовались. То есть есть еще одна точка. И понятно, что это идет дискрептация российского руководства и военного руководства, и конкретно Путина. Он же обещал россиянам безопасность. Они сейчас будут вынуждены перекидывать войска с территории Украины для того, чтобы защитить свою хотя бы территорию. Но в общем, что мы должны понимать? С этого момента, как только вошли войска на территорию России, мы должны понимать, что Украина фактически сейчас имеет шанс получить контроль над суверенитетом и Российской Федерацией, и Беларуси в первую очередь. Для чего? Для того, чтобы после войны сохранять, быть гарантом демократичности этих стран. В формате Аль Капоне, добрым словом и пистолетом, можно достичь больше, чем добрым словом. То есть, если в Беларуси что-то выйдет, например, не так, она начнет... Тарас, извините, я вас хочу поправить. Мы вещаем на русском языке общаемся. Не, пусть учат, да. Им пригодится, да, первые уроки давать надо. Блок Шабехина на украинском точно можно рассказывать. Нет, да, кстати, на украинском очень неплохом там разговаривают. Это же слободжанщина. То есть, смотрите, что сейчас происходит. Такие же шахтеры, колхозники и доярки могут появиться в Беларуси, да? Которые могут обеспечить сменяемость власти и демократичность. В этом случае Украина силами спецслужб будет контролировать любые возможности поползновения в сторону России. То же самое касается и в самой Российской Федерации. Вот эти вот легионы свободы, это аналог иностранного легиона во Франции. То есть, там есть отряды, которые формируются из неграждан России, Франции, которые воюют в Африке. И, соответственно, то же самое будет, скорее всего, это уже реализуется. И это инструмент влияния на Россию. Почему? Потому что следующие российские элиты Украина честно предупреждает. Уважаемая, значит, ситуация такая. Либо там в каком-то формате может быть обозначено, что все согласования по военным каким-то движениям идут через посольство Украины. Конкретное предупреждение. Не дай бог, не дай бог, мы что-то услышим кривое слово в сторону Украины. Не дай бог, мы там что-то увидим, какие-то ресентименты, попытки там снова по гитлеровскому сценарию подготовить нападение на нас. Мы вас предупредили. Есть, да, знаете, вот там есть кабинетик на Владимирской, например, у господина Малюка. Есть. Кто-то что-то не так сказал. Извините, мы вас предупредили. Мы, конечно, европейцы, но добрым словом и пистолетом мы достигнем больше добрым словом. Поэтому в данном случае вот этот вот сценарий, который уже запущен, фактически это такой аналог доктрины ограниченного суверенитета, который Советский Союз придумал в отношении Чехословакии после 1968 года. Так вот, такую же доктрину ограничения суверенитета, скорее всего, Украина уже реализует при поддержке Запада. Им, в принципе, это тоже интересно. Должен же кто-то заниматься этими аборигенами. И поэтому мы должны это использовать и максимально дестабилизировать Российскую Федерацию. Почему? Потому что, смотрите, появление украинских войск, ну как Украина, ну давайте будем говорить открыто, это украинские войска. Слава Богу, да, чего нам стесняться, да? Вот, это уже приходит в движение вот разных групп среди вот этого, среди ЧВК. Смотрите, Пригожин, он, кстати, единственный, кто заинтересован в поражении в войне России, потому что это даст, откроет ему дорогу во власть. Уткин вчера появился, это один из основателей Вагнера, там у них начинаются какие-то разборки с чеченцами. Хорошее дело. То есть мы должны болеть за все команды, дарить, где-то подкидывать дровишек для того, чтобы нам нужна хорошая гражданская война в Российской Федерации. Для того, чтобы обвалить ихний фронт и, соответственно, облегчить наше контрнаступление. Тарас, я вот вас хочу о чем спросить. Дело в том, что Путин отреагировал же на Шебекина. Но отреагировал как? Подарил местному чиновнику Шебекинскому награду, орден мужества. Поздравил его. Отлично, молодец. Мужество зашло. То есть получается, что таким образом и Белгород скоро может стать свободным, и просто Путин будет дальше дарить ордена и медали. Как Кремль будет политически на это реагировать? Вот скажите, пожалуйста, интересно. Это мне напоминает историю с захватом империи инков. Вот был такой Кортес, который захватывал, ну это когда проходила колонизация Южной и Северной Америки, был испанский отряд Кортеса, который шел, их там немного, в принципе, было, но они были вооружены хорошо, потому что у местных индейцев даже и лошадей не было, и оружия не было. Так вот, империя инков была построена на откровенной лжи. То есть император этот спрашивает, что там у нас с этими, которые там идут. Ему докладывают, все хорошо, всех уже поубивали, там еще чуть-чуть осталось, то скоро будет сделано. Снова, что там хорошо, уже решили вопрос. Вот-вот-вот уже решили и так далее. Пока Кортес не пришел уже непосредственно Мачу-Пикчу, по-моему, там столица этих инков была, и не убил этого императора. То есть российская власть действует по такому же принципу. Она настолько прогнила, она настолько не хочет признавать собственные слабости, что чем больше украинских войск максимально дестабилизировать и Брянскую, и Курскую область, приграничье все, где, кстати, живут этнические украинцы. Вы, если слышите, как там люди говорят на очень хорошем украинском языке, достаточно, ну, это слабожанский такой диалект. Вот, который, наша задача для того, чтобы максимально дестабилизировать власть в России и подорвать доверие непосредственно к Путину. Ну, и организовать движение, реальную оппозицию. Вот это то, что сейчас происходит на территории России, это и есть реальная оппозиция. Это лучшее движение оппозиционное в России за последние 20 лет. Но самое главное, давайте подчеркнем, что этими задачами занимаются как раз граждане России, то есть представители Луцкого добровольческого корпуса и Легион свободы России. Да, то, что произойдет внутри России, точно нас не интересует. Оно нам на руку. Оно нам на руку, но нас не интересует. Наша задача быть союзниками с оппозицией правильной. Давайте не будем, тоже, знаете, стесняться себя унижать. То есть интересует, каждый преступник должен быть ликвидирован. То есть кто там, артиллеристы, которые стреляли по территории Украины, да, пилоты. Ребята, вас предупредили. То же самое касается будущих политических элит. Уважаемые, будут следить, вот, все, знаете, времена песен, каких-то рассказов, каких-то танцев с бубнами закончились. Вы хотите нас убить, да, мы хотим жить. Как говорила Голден Мэйер, это очень тонкое пространство для компромисса. Поэтому никаких компромиссов уже не будет и, извините, будет уже так. Точнее, не извините, а будет уже так, по-другому, извините, опять же, не будет происходить. Тарас, ну несмотря на то, что война уже пришла на территорию Российской Федерации, настроения россиян не поменяли. 76% сейчас выступают за продолжение военных действий. Об этом говорит последний опрос Левада-центра. Причем за продолжение войны, военных действий 48% выступает, а сторонников мирных переговоров эта цифра уменьшилась значительно. То есть люди не хотят даже идти на за стол переговоров. Как вы считаете, почему вот более 200 тысяч убитыми не переубедили российский народ? Это, опять же, нерелевантное отношение, потому что, когда тебя что-то спрашивают, в России же нет социолога. Там, если ты не отвечешь неправильно, то тебя посадят. То есть очень просто. А дальше, знаете, это мне напоминает вот старую эту байку про Наполеона. Это когда парижские газеты писали о том, как Наполеон уже вернулся там с острова Эльба, по-моему, куда его британца заслали. Чудовище высадилось в Марселе. Наполеон взял там Орлеан. Приветствую его императорское величество в Париже. Вот что-то, в принципе, как-то такое. То есть поэтому говорит о том, что это адекватно. Нет, но, опять же, мы не должны смотреть, что они думают. Нам плевать, что они там думают и как они на это реагируют. Наша задача решать свои задачи. Наша задача максимально дестабилизировать российскую армию, дестабилизировать российскую элиту, находить заинтересованных лиц, которым интересно устроить смуту в России. А что там думают россияне простые? Ну, извините, нас это вообще мало интересует. Да, тут с вами тяжело не согласиться. Спасибо вам огромное, Тарас, за участие в эфире. Тарас Загородний, политехнолог, был в эфире канала Freedom. Благодарим вас.